мифы о большом взрыве как из ничего получилось все олег верходанов ученые против мифов глянем ученые против мифов это такая забавная группа людей которые как бы должны бороться по заявлениям со лженаукой вот на самом деле они там собрали себе лжеученых и типа пчелы против меда или клоуны против цирка что-то там по протестуют сосредоточиться не всегда получается кадры у них такие прям сказал отребья от науки попадаются штерна мы приводили мистер тяжелое ничто это рассказать показатель физической мысли вот этой группе веселящихся ребят олег верходанов доктор физико-математических наук ведущий научный сотрудник специальной астрофизической обсерватории российской академии наук приветствую добрый день я хотел сначала провести опрос среди наших делегатов если позволишь да что было до большого взрыва давайте проголосуем ничего так другая вселенная такая же как наша подождите же не огласил весь список виртуальная реальность наша вселенная уже существовала и наконец сначала было слово как то вот вот сразу две плюшечки в одну задели первая плюшечка это что было до большого взрыва это то есть по умолчанию большой взрыв точно был и что было до него то есть это вот доверчивым ребятишкам сейчас в ушки вливают обязательную схему что большой взрыв был по умолчанию все должны уже к этому были 10 раз привыкнуть уверовать в это и так далее ну и разумеется все эти фондовские движения а это у нас представители в конечном итоге импортных фондов они вещают на нашу страну средневековое воззрение слабоумные которые нам навязывают из-за рубежа так вот эти все внешние фонды своим контентом они в обязательном порядке борются с государственным государство образующими инструментами в частности с такими как православие и вот им надо вначале было слово это высмеять православие это вот у них вот обязательный момент они его вплетают где только могут вот по моему по сумме не получается большинство по моему рук рук не поднял я прошу тех кто смотрит онлайн перейти по ссылке и проголосовать так сказать прямо честно вот как на духу а я хотел спросить я слышал что термин большой взрыв он вообще не отражает сути этого явления и что это такой термин ярлык он ученым мешает так же как хлопчик начал догадываться термин не отражает явление да есть такая забавная фишечка люди не могут сосредоточиться и щебечут о большом взрыве допустим митохондриальная ева она создает ассоциации библейским сюжетом мешает ли астрофизиком вот этот биг-бэнг ну термин конечно левый он придуман космологом который выступал за стационарную вселенную это фред хойл и придумал назло новым космологом в 50-е годы где он по радиус сказал вот эти новые космологи напридумывают что-нибудь и в общем-то большой взрыв термин не беспокоит потому что есть более необычные термины в космологии в астрофизике такие как черная дыра или генетический код вселенной и ничего там странного нет и будут если тыква это не тыква но ты называешь ее тыквой надо срочно править тыкву и тому кто говорит и тому кто повторяет это первый закон логики иметь не одно значение то есть у вас путаница с этим большим взрывом уже на изначальных тезиса и будут еще более странной как темная материя и темная энергия это хорошо вот и странные термины продолжаются темная материя глубже средневековья это у нас не просто там какой-нибудь там дворник вышел это у нас официальный представитель официальной науки это хорошо я думаю это здорово не мешает значит я построил немножко по-другому задается вопрос который естественно я как бы сам себе задаю в том числе и вам и даю то что определяют мифы и то что есть на самом деле конечно что такое большой взрыв старше уже сказал что странное слово первый миф первый миф это большой взрыв что это взрыв нет большой взрыв это не взрыв это ускоренная большой взрыв это не взрыв вот зачем что-то называть взрывом это если это в вашем представлении не является взрывом хотя потому что вы рассказываете взрыв это у нас что там разные конечно трактовки есть ну это высвобождение энергии в замкнутом объеме например такая трактовка ускоренное очень быстрое расширение вселенной в самый ранний момент времени с разогревом то есть представьте себе что что-то у нас раздулось разогрелось и мы вот эту штуку назвали большим взрывом само действие взрыв это ударная волна стоп вранье ударная волна это сопроводительный признак взрыв это не ударная волна а вот то что происходило там никакой ударной волны не было не в чем ее было делать сама демагогия второй миф что большого взрыва не было увы это уже не так и этому посвящен весь мой доклад большого взрыва не было увы это уже не так вот они вот собрались посидели репы почесали это уже не так его вообще не могло быть ни по каким обстоятельствам вот это так вот это совершенно точно физически большой взрыв невозможен технически невозможен с научной точки зрения невозможен но шарлатаны продолжают нам рассказывать про большой взрыв и доклад в конце я приведу какие-то моменты какие-то наблюдательные данные которые никаким другим образом объяснить нельзя вранье ты не можешь привести никаких наблюдательных данных свидетельствующих не косвенно в пользу большого взрыва вы всем скопичем пытаетесь натянуть сову на глобус притянуть за уши что-то это у вас не получается не получится я это простейшее объяснение что это большой взрыв стандартный стандартное возражение теории большого взрыва что вселенная может быть стационарной и придумывают различные способы сказать что вы так всегда и было однако наблюдательные данные говорят о противоположном что раньше вселенная была действительно моложе и мы поговорим немножко о самом главном что подтверждает то что происходило раньше это реликтовое излучение которое как предполагается осталось после большого взрыва с реликтовым излучения вообще ну вот кинокомедия ну вот представьте просто реликтовое какое-нибудь явление современное динамическое явление реликтовые волны в океане вот как это вот представляете себе реликтовые волны в океане вот эти волны это остаточное явление от мезозоя например понятно что это бред так вот и с любым другим физическим явлением реликтовость приплетать это ну с логической точки зрения вообще нелогично кроме вот этих врунишеств у вас нет ничего вот ну и понятно что словосочетание большой взрыв в большинстве сообществ вызывает улыбку потому что это отличный классный сериал который называется теория большого взрыва один из лучших на мой по другой причине улыбку вызывает как такое количество людей не может сосредоточиться в течение длительного времени как можно было всю науку увести вот ни один из вас не знаю что такое искривление пространства не может пальцем показать не может на языке людей в рамках научного метода вышептать что такое искривление пространства а без искривления пространства без этой сказочной фигни ерунды фантазии не может быть никаких надуваний пространства многомерности вот это вот всего вашего шарлатанского пойла взгляд ситкомов которые можно посмотреть и там очень много правильных формул которые пишутся и правильных слов ну в том числе и теория большого взрыва значит в реальности я уже сказал большой взрыв это очень быстрое раздувание пространства с рождением вещества и раз раздувание пространства вот есть пространство есть материя человек раздувает пространство что в пространстве есть такое что можно раздуть может пространство это совокупность шариков которые вы можете раздуть пространство в материальном плане это ничего Ничто. Материальное ничто. А раздуть можно только материю. То есть это вред играние словами, жонглирование словами, не понимая смысла слов. И обман публики. ... и разогревом в самые короткие ранние промежутки времени до 10 в минус 32 степени секунды. Это нолик, точка 0032 нуля. В одной из теорий я в основном буду говорить о теории инфляции. Это сейчас доминирующая теория инфляции. Значит inflation, инфляционное раздувание. И вот быстрое раздувание вселенной называется эпохой инфляции. Переходим дальше. О, вернулся назад. Переходим дальше. Где был большой взрыв? Вот это стандартный миф. Миф этот построен, ну сам вопрос, где был большой взрыв, он задается очень часто. И рисуется некая точка, от которой все раздувается. Это не так. Если... Вот это очень важный вопрос. Где был большой взрыв? Где находилась ваша эта точка? Точка это какое-то место в пространстве. Любая вот эта вот ваша модель, она уже находится в пространстве. А пространство в пространство раздуваться не может. Это масло масляное. Это вы просто не можете сосредоточиться. Это вот уровень до начальной школы. Это песочница, где можно такое делать. А вот граждане Олег Верходанов, true ученые, это стыдно? Если большой взрыв, а именно начало нашей Вселенной, это расширение с очень маленького объема, то тогда вот тот очень маленький объем, практически точка, размер которой 10 в минус 33 сантиметра, раздулась на все, что вокруг нас есть. Тогда ответ на вопрос, где был? Так, раздулась на все, что вокруг нас есть. То есть все, что вокруг нас есть, мы называем пространство. Точка раздулась на пространство. Так почему ты тогда говоришь с ранка своей концепции, что у тебя не материя раздулась на пространство, а у тебя пространство? Включая материю, раздулась на пространство. То есть смешать одно второе и раздуть это на третье. Это реальные признаки того, что человек не может сосредоточиться. И это все выдается за науку. Где был большой взрыв? В каждой точке вокруг нас. Хоть у нас в желудке все точки, даже в этих точках был большой взрыв. Обратим время вспять и все сойдется в эту самую точку. Он был везде. Дальше. Что такое большой взрыв? Вот. Когда произошел большой взрыв? Миф. Мы не можем этого знать и вообще его не было. А реальность такова, что мы это знаем с очень хорошей точностью, что большой взрыв произошел 13,8 миллиардов лет назад с точностью плюс-минус 20 миллионов лет. Узнали мы это благодаря наблюдательным данным. Благодаря серии экспериментов, которые проводятся в этом веке. Благодаря... Ну, это вранье. Случилось то, чего быть технически не может. И вы благодаря каким-то данным узнали, когда это произошло. В результате безграмотных моделей, которые не имеют отношения прямого к воображаемому в обе эффекту. То есть, один бред вы обосновываете посредством другого бреда. Благодаря тысячам астрономов, которые, не покладая рук, голов и ночей, работают и следят за небом. И измеряют те данные, благодаря которым мы это все получили. Только представьте себе, что мы небо можем разбить на очень маленькие пикселы, где каждый пиксел наблюдался десятки тысяч раз по всему небу, в различных диапазонах длин волн. Мы можем восстановить распределение энергии по всем длинам волн и решить обратную задачу. Если мы знаем физические законы, как они работают в окружающем нас мире, то точно такие же физические законы работают и там. Мы их можем применить к тем данным, которые у нас есть. И мы можем вычислить все процессы, которые происходили, и узнать, когда большой взрыв подошел. Это публичная информация, что под ваш большой взрыв не натягиваются там большие зоны в космосе. То есть, ты сейчас берешь какую-то полезную тебе выборку, на нее ссылаешься, обманываешь доверчивое население. Дошел. 13,8 миллиардов лет назад. Двигаемся дальше. Существовала ли Вселенная до большого взрыва? Миф. Мы не можем этого знать. Реальность такова. Вселенная существовала до большого взрыва. Вопрос, как мы это узнали? А вот это очень интересный вопрос. Я вам уже сказал, что большой взрыв — это ускоренное расширение Вселенной в самый ранний момент времени с разогревом. Ну и, естественно, разогрев — это распад вот того поля, которое раздувало Вселенную на частицы. Но если что-то было до расширения, была наша Вселенная, которая потом стала раздуваться и разогреваться. Наша Вселенная существовала до большого взрыва. Это не тривиальный факт, но на самом деле наблюдательные данные говорят именно об этом. Мы знаем области на небе, эти области в реликтовом излучении, которые между собой не связаны. Они настолько большие, что их одинаковость нужно объяснить тем, что они, вот эти области, начали формироваться до разогрева, до того, как произошел большой взрыв в нашей Вселенной. То есть вопрос очень простой. Но вот следующий вопрос совсем нетривиальный, потому что такого мифа просто нет. Но вопрос этот задавать приходится. Он связан с тем, что же мы определяем как большой взрыв. И вот оказывается, что несмотря на то, что в космологии вообще астрономов, если вы представляете, в мире примерно 10 тысяч человек. Из них тысяча человек работает в космологии. Космология – это наука о том, как родилась и эволюционирует вся Вселенная в целом. И вот внутри этой тысячи человек работает много различных групп. Если вы у разных групп начнете спрашивать, что же такое большой взрыв, когда он закончился, кажется, что разные люди скажут по-разному. И разные группы произносят различные доказательства того, что большой взрыв в их определении самый хороший. Ну, стандартное понятие, что большой взрыв – это вот то самое быстрое раздувание с разогревом. И, значит, когда вот это все завершилось, раздувание, инфляция, большой взрыв и закончился. Однако мы открываем учебники, учебники классические, у различных авторов, как у наших, так и у заурюбежных. Мы видим, что, оказывается, когда появились частицы, состоящие из трех кварков, барионы, то есть такое определение. Генерация или появление барионов – это, значит, барионов в эпоху Большого взрыва. То есть вроде бы разогрев закончился, из кварков образовались барионы, и это тоже произошло во время Большого взрыва. Дальше читаем. Оказывается, вот из этих барионов, из протонов, нейтронов образовался гелий. Он образовался в первые три минуты после появления Вселенной, после Большого взрыва. И этот момент называется нуклеосинтез. Он тоже называется нуклеосинтез Большого взрыва. Он уже закончился, а нуклеосинтез все равно Большого взрыва. Дальше оказывается, что мы будем говорить о реликтовом излучении, которое отделилось от вещества спустя 380 тысяч лет после появления Вселенной. А откуда оно взялось? Реликтовое излучение взялось во время аннигиляции частиц-античастиц, когда Вселенной была одна стотысячная секунды. И вот они аннигилировали. Вот один большой поток дезинформации. Частицы-античастицы добавились к этому еще, к повествованию. Если применительно к античастицам, к антиматерии рассуждать, то четкого внятного определения антиматерии нет. Такие набросочки. Но та вещь, которую они подразумевают под античастицей, это в принципе не может являться античастицами. Одни легенды разных авторов на предложенную тему. Вот предложили как базис теорию относительности, которая не имеет под себе логической основы. И люди сочиняют все подряд в рамках этой основы, не желая просто обратиться к физическим фактам, к природе, какова она есть. Посчитать эту гравитацию так, чтобы у вас не нужна была темная энергия, темная материя. Если вы это посчитаете просто, отмоделируете на уровне жесткой проверки, простого аудита физики. У вас получится та Вселенная за окном, которая гармонично работает без всякого взрыва. У которой может материя в каких-то областях разлетаться, сжиматься в какие-то точки. Но это очень слабые динамики, это не относится ко всей Вселенной. Вы получите реальную Вселенную, современным вялотекущим реликтовым излучением. Никакое оно не реликтовое, это современный процесс. Не может ничего реликтовое до нас долетать, ни с какой там бездны по возврату разлета. Нам не надо будет применять термины, что он и взрыв, и не взрыв. Это и точка, это и все сразу. Где это было начало, оно было везде. То есть это вот расслоение мышления. Вот если в честном порядке с вашими показаниями сдать доктору, он у вас найдет. Вот все, что положено, остается такими тезисами, якобы научными. Мы превратились в свет. Этот свет 380 тысяч лет путешествовал по первичной плазме, поглощаясь, излучаясь, поглощаясь, излучаясь. Вселенная расширялась, охлаждалась. Раз, и водород стал нейтральным. Излучение стало свободно проходить. И вот это излучение мы называем реликтовым. Где записана вся информация о том, что происходило, и в принципе о том, что будет. И оказывается, вот это... Вот вообще, как у вас направление-то существует? Если у вас большой взрыв был одновременно и везде, и нигде, и в этой точке, и везде, то направление извне, ну вот этого вашего расширения... И как вообще может появиться направление вовнутрь? Вот вы бахнули одновременно со всех точек. Оно у вас куда-то полетело. Ну вот, только материальный аспект. Если оно у вас в процессе того, как оно летело, только в этом процессе образовались силы, сжимающие все назад, то оно у вас не получается, чтобы оно сворачивалось в какие-то планетарно устойчивые системы. Оно может только с той же скоростью начать падать, и эта скорость дойдет сначала до скорости света, потом до моментального дальнодействия. Просто будет моментальный обвал в центр всего. Если это был взрыв, если это было расширение, или в локальной области, даже если вы принять вот эту вот вашу чушь, то это во всех точках. Все равно обвал. Но и на периферию... Физика такая невозможна, как вы задаете. Это можно представить в форме единичный фрагмент взрыва вашего, если ваша картина все-таки делится на фрагменты. Единичный фрагмент этого вашего взрыва будет представлять собой салют, который разлетается во все стороны и схлопывается моментально, как этот же салют, внутрь. Без формирования каких-то звездных систем, без возможности этой визуальной фиксации, потому что это будет выше скорости света. Никакая инерция не образуется, потому что ей невозможно, нет физического фактора для ее образования. Продолжительное существование невозможно, это схлопывание моментальное. То есть большая бредовая сказка, которую почему-то зачем-то это транслируете. Только потому, что вы стали членом клуба бредологов и выступаете на бредовых конференциях. Вот это реликтовое излучение тоже является, как говорят журналисты, эхом большого взрыва. Предполагают некоторые группы, что да, большой взрыв закончился, когда плазма перестала быть плазмой, а стала обычным нейтральным газом. Однако, как мы уже сейчас знаем, Вселенная расширяется ускоренно. И вот, существуют группы астрофизиков, которые говорят, ага, смотрите. Вселенная расширяется ускоренно. То есть у вас опять накладка получается. Если Вселенная расширяется ускоренно, то ваше реликтовое излучение по вашей модели улетает в космос дальний даже никуда. Туда, где еще нет пространства получается. Ну куда разлетается? Вот вы воображаете, что может появляться пространство. Это бред, но вы так вообразили. И вот разлетается ваш большой взрыв. Туда, где еще не было пространства, она вот впереди вашей материи увеличивается. Если она у вас до сих пор расширяется ускоренно, то никакое реликтовое излучение не может сюда прилететь. У вас все туда летит. Если вы в какой-то момент вводите силы взаимодействия, то вы вводите их волшебным образом. Это вот по велению вводите и у вас назад летит. То есть это не физическим фактором вы их вводите, а по воле верховного физика. Вы вообще не можете сосредоточиться. Такую бредятину собирайте, которая между собой никак не связана. Вселенная расширялась ускоренно. Сейчас Вселенная расширяется ускоренно. Может быть это одно и то же? Может быть это продолжение того, что было, и Большой Взрыв еще не закончился? И мы живем в эпоху Большого Взрыва? На самом деле мы не можем дать определение в принципе, что такое Большой Взрыв. За исключением классических учебников. Если мы не можем дать определение, мы этим не пользуемся. Ученые не пользуются тем, чему они не могут дать определение. Сначала дается определение, потом этот термин используется. ...учебников. Лично я склоняюсь к тому, что написано на первом пункте. Вот в той строчке. Большой Взрыв – это эпоха инфляции с разогревом. Ну, а дальше уже просто исторические определения. То есть, по нашему или вашему определению, раз вы меня слушаете... Определения таким образом не задаются. Из определения первое, что должен понять человек – это, что это эпоха инфляции с разогревом. Это не определение, это игра слов. Эпоха инфляции. Большой Взрыв – это эпоха инфляции. Конкретно, что это? Если это разлёт материи, указывайте разлёт материи в пространство. Если это разлёт пространства, указывайте большой Взрыв – это разлёт пространства и материи. И так далее. Вы должны сознаться. Если вы не можете сознаться, то вы – мошенник, шарлатан. То, что вы делаете в публичной плоскости, вы должны привлекаться за это к уголовной ответственности, за обман населения, за воровство времени. Вот честных граждан, они же там сидят, они хотят получить каких-то знаний, а вы им вместо знаний вот этот бред привносите. И маскируете за этим бредом реальную картину. Что было и как было на самом деле применить на космос – это известно. Давно известно. Никто не скрывал, пока вы эту чушь не начали космологию свою бубнить. Пока вы Эйнштейновские эти побосёнки не стали продвигать. Слушайте, вот я вам как бы предлагаю. Большой взрыв закончился с разогревом, первичным разогревом нашей Вселенной. Но есть группы, которые говорят, что он ещё не закончился. Противоречия здесь нет, если вы сразу даёте определение. Вот, очень любопытный вопрос, с которым связано очень много различных мифов. Были ли пространства, время и физические поля до существования нашей Вселенной? И особенность этого вопроса состоит в том, что мы не можем знать. Миф говорит, да, что это физически… Не так. Особенность – мы не можем сосредоточиться, надо говорить. Мы не можем сосредоточиться, были ли пространства, время, поля. Мы не можем сосредоточиться, мы вообще не можем сосредоточиться. Ну и знать, мы не можем знать. Если вы не можете сосредоточиться, то вы и знать ничего не можете. Физические категории были до Большого взрыва. И стандартно любители физики предполагают, что, ну да, мы можем в этих категориях говорить, что Вселенная возникла в каком-то пространстве, там было какое-то время, и сколько времени произошло до появления нашей Вселенной, и в каком месте она возникла, Вселенной, в каком мире, что тогда случалось, но физически мы точно сказать не можем. Возможно, были условия в каком-то другом мире с какими-то другими описаниями пространственных координат или временных, а может быть это... Возможно, были условия в каком-то другом мире. Какой другой мир? Вот в рамках нашего пространства другие миры невозможны. Если вы мир задаете классически, как пространство плюс материя, так вот любой уголок, любая часть, любое место в нашем пространстве – это часть нашего мира. Вот он единый, бесконечный материальный мир, расположенный в нашем нематериальном пространстве. Это вот реальность. И врать, обманывать вот этих детишек своими сказками про другие миры – нечестно. Может быть, это все было совсем по-другому. Здесь физика вам ничего сказать не может. Может быть, скажут журналисты, ой, журналисты, режиссеры фантасты, которые пишут фантастические фильмы, но там часто так много всего смешного, что лучше иногда про них не вспоминать. Но, скорее всего, в нашем понимании, как мы понимаем пространство и время, до появления Вселенной не было того, что мы понимаем, привыкли. Больно слушать пространства и времени до появления Вселенной не было. Ну, время – сравнительная характеристика. Пространство – реальный объект. Вот его не было. Однажды нигде, в самом центре ни хрена было полное ничто. Пространства не было. Мы понимаем, привыкли измерять вот линейкой. Есть ли другие Вселенные со своими большими взрывами? Тут возникает слово, которое часто встречается в художественной литературе и сейчас уже встречается в научных статьях мультиверс, мультивселенная. Миф говорит о том, что они точно есть. И часто вопросы задают после лекции, а вот что там связано с мультиверсом, и приходится иногда про это говорить. И, в принципе, некоторые физики, например, такие как Макс Тегмарк, предлагают классифицировать все стандартные понятия мультиверса. Эти понятия мультиверса у различных авторов, которые используют это слово, различные, и часто они не связаны между собой, а некоторые даже каким-то образом противоречат. Но во всех этих понятиях все равно большой взрыв есть. Стандартная вещь, которая обсуждается, это так называемая лоскутная Вселенная или лоскутная Вселенная, как вам удобнее ставить ударение. Если большой взрыв у нас начался с очень маленького объема и расширялся с очень большой скоростью, должен заметить, что скорость расширения была больше скорости света, и здесь нет никакого противоречия стандартной физике, потому что не вещество двигалось со скоростью света, а растягивалось пространство. На скорость расширения пространства запрета нет. И мы можем выбрать такую... Растягивалось пространство, но скорость растяжения пространства запрета нет. вот за что пространство можно взять чтобы растянуть и что поменять вот взял я растянул пространство вокруг мышки как это мышку вы же видите да я растянул пространство я взял за углы пространство его растянул эксперимент проведем мышки без разницы найти ваши чем бредите пространство не может растягиваться у него нет того за что его можно растянуть у нет того свойства которые можно растянуть нет то сущности которые можно растянуть погнуть деформировать пространство не является материальным объектом это полностью дезинформация да стыдная позорная дезинформация это средневековый бред вот раньше люди были более здоровые на голову они вот такую ерунду до эйнштейновские времена там конечно просматривается немного бред бреда но не такого густого как сейчас чем выбрать такую скорость которая будет практически бесконечной тогда при расширении пространства у нас разнесенные области будут находиться на очень больших расстояниях а если мы возьмем почти бесконечность то мы можем придумать такие области которые друг на друга очень похожи в численном ряде бесконечном случайном численном ряде у вас всегда будут повторяться последовательности чисел точно также мы можем представить себе повторяющиеся маленькие кусочки вселенной лоскутки и вас кутной вселенной у нас могут быть какие-то похожие области либо различные это будут разные миры которые между собой не будут связаны нельзя добраться из одного мира в другой из-за огромности но и вот такой мир можно рассматривать как мульти вселенную другая теория которая более физичные которую проверяют астрофизики пытаются проверить с помощью современных объектов это бранная теория если наш мир представляет из себя трехмерное многообразие которое может погружено быть в четырехмерное в четырехмерный мир наш трехмерный пространственный мир мы можем погрузить в четырехмерный мы не знаем что такое это четырехмерный пространственный мир но зачем нам знать компьютеры там может рассчитать и посмотреть нет и каких-то связей нет и других таких миров и не могут ли они взаимодействовать между собой Это точно невозможно, четырехмерный мир невозможен, это фальсификация предметов счета, когда вы берете мерности, а потом добавляете к ним время. Геометрическая мерность и время это разные объекты, это как картошка и кирпич. Если вы считаете картошку, продолжайте считать картошку, если кирпичи, продолжайте считать кирпичи. Фальсифицировать не надо, то есть ответ на этот вопрос на ваш известен, этого быть не может, это невозможно с научной точки зрения. Но шарлатанской конечно можно, поэтому на сборище ученых против мифов собираются мошенники, которые бредят, обманывают людей. Что это между собой. Физики это рассматривают, и астрофизики ищут картоовые норы, которые не найдены, и непонятно, когда будут найдены, но процесс идет, процесс интересный, непонятно, чем он закончится, возможно... Вы не охотники, чтобы искать картоовые норы. Как это разведеть большинству населения, нашей страны, этим кормят всю молодежь. Возможно, в этом что-то есть. И это штука проверяемая, кстати. Если такие миры существуют, они могут взаимодействовать, это взаимодействие мы можем увидеть через особенности. Я об этом потом расскажу. Множественная инфляция. Мы можем запустить не в одной точке раздувания Вселенной, а сразу... Это проверяемо, это можно увидеть через особенности. Это вот особенная наждачка, и глаза протереть, и ты увидишь. Вот я не знаю, как досмотреть до тех особенностей, которые ты там провозгласил. А сразу в нескольких соседних. У нас будет много различных миров с разными законами природы, например. И между собой они не будут взаимодействовать. Хотя между ними могут возникать необычные штуки, они называются доменные стенки, которые разделяют Вселенную. Ну, вообще, фундаментально тоже подмена. У нас не может быть разного типа материи в разных уголках Вселенной, потому что у нас не может быть разного типа взаимодействия. Если взаимодействие есть, оно у нас, ну, как база, или притяжение, либо отталкивание. Это фундаментальное взаимодействие через материю, оно весь объемно освещает во всей Вселенной. Если предполагать, что оно с чем-то не взаимодействует, мы то, с чем оно не будет взаимодействовать, мы даже об этой области пространства и содержащейся в нем материи ничего не будем знать. Потому что мы пролетим насквозь, ничто из нашего мира не соприкоснется с той материей, которая там, если предполагать, что такое возможно. Мы просто проскочили. Так что никаких Вселенных или участков Вселенных с разными свойствами существовать не может. Везде нас окружает та же самая материя с одним и тем же комплектом химических элементов, с одними и теми же одной природы полями и так далее. Это 100% научный факт. Вселенная с различными законами природы. К сожалению, мы не наблюдаем доменных стенок и можем сказать на очень высоком уровне точности, что в окружающем нас мире доменных стенок нет. Это тоже установлено по данным реликтового измерения. Фантастические режиссеры очень любят многомировую интерпретацию квантовой механики. И на этом деле строится другая мультивселенная. Это Вселенная, расщепляющаяся в каждый момент времени в связи с равными вероятностями событий. Как, например, жив кот Шрёдингера или мертв. В данной точке происходит расщепление и в одной Вселенной кот жив, в другой мертв. И эти Вселенные существуют одновременно. Такие штуки не проверить сейчас. И нельзя сказать, работает Вселенная, работает физика таким образом, что вот эта интерпретация верна или нет. Нельзя проверить, потому что невозможно сосредоточиться. Если сосредоточиться, то уже проверять ничего не надо. Это всё является одним большим густым пакетом бреда. И проверки не требуют. Уже проверено, что это бред. На первичном этапе, на исходной аксиоматике, вы допустили несколько фальсификаций. И всё, что дальше вы не строили бы, про этот большой взрыв, всё является фальсификацией. А или нет, но зато это активно обсуждается. Откуда взялась энергия для большого взрыва? Это стандартный вопрос учителей физики. И на самом деле, особенность современной теории такова, что не нужна никакая энергия для появления Вселенной. Вам ничего не нужно. Вселенная появилась... А идите в баню, не нужна энергия. Вот вообще, вот любую чушь можно втирать, энергия не нужна. Что-то, большой энергетический процесс происходит, всё разлетается, расширяется даже то, что расширяться не может. А энергия не нужна. И это вот всё сообщество, учёные против мифов. Это мифотворцы за мифы приглашают самых отъявленных мифотворцев. Это появилось, скорее всего, из простой квантовой флуктуации, в которой флуктуировало определённое поле. Весь вакуум, который нас окружает, он необычный. На самом деле, для нас он обычный. Но для физики это очень интересная субстанция. В ней рождаются, исчезают виртуальные частицы и поля. Ну, частицы это и есть поля. И вот у вас поле появляется на некоторый момент времени и исчезает. Если у вас поле появилось, вы, ну, если вы, например, бог, вы можете с этим полем поиграть. Оно появилось, вам нужно эту энергию вернуть очень быстро назад. Но пока он у нас в руках, вы можете из неё что-нибудь слепить. Вы можете слепить из неё определённый пузырёк. И выкинуть его в другое измерение. Это нехорошее действие с точки зрения физики. Но зато вы энергию использовали, слепили пузырёк, а потом её вернули назад. Дальше вы должны поиграться с этим пузырьком. В этом... Как вы примерно оцениваете, чем это отличается вообще от какого-нибудь абсолютного абстрактного мифотворчества? Берёт, сочиняет, ну, толпа берёт и сочиняет. Чё попало? Несвязанное. То, из чего не может логическим образом перетекать что-то в другое. Если вы отщепили от энергии свои рассуждения, если они вас энергетически не связаны, если вы гнёте энергию как угодно, то это всё, это полный аллогичный продукт. Если у вас поле может появиться, исчезнуть... Это фундаментальное взаимодействие. Как поле может появиться и исчезнуть? Эффекты на поле могут появляться и исчезнуть. Само поле не может исчезнуть. Это фундаментальный объект. В этом пузырьке может продолжать действовать поле, которое его раздувает. Особенность раздувания, здесь я перехожу на интерпретацию Стивена Хокинга, она просто красивая, но проверить её нельзя, потому что вселенная очень большая. Действие на раздувание имеет отрицательную энергию, тогда вы её должны компенсировать. Отрицательная энергия. Мы второй раз с отрицательным чем-то сталкиваемся в этом повествовании. Это очень важный момент, если, допустим, насчёт каких-то таких прозаических объектов, люди понимают, что ничего в природе отрицательного не может быть, потому что не может быть отрицательного количества чего-то. Так вот, примитивно к энергии люди могут путаться, поэтому лучше проговорить. Это вот одно яблоко, два яблока, три яблока – это положительные яблоки. Их количество можно увеличивать, их количество можно уменьшать, но уменьшать количество яблок можно до нуля. Вот пол яблока – это приближение к нулю, четверть яблока – одна тысячная яблока. Мы приближаемся к нулю, но мы не можем через нуль пройти и получить отрицательные яблоки. Вот примерно то же самое. Мы не можем получить отрицательную энергию или что-либо другое. Применительно к давлению, отрицательное давление – это такой образ, это разница давлений. Никакой в этот момент не образуется никакой отрицательной материи при отрицательном давлении. Это просто разница давления, разница показателей. Количество реального физического объекта не может быть отрицательным. Тем веществом, которое вы порождаете внутри, тогда суммарная энергия у вас равна нулю, и вам ниоткуда энергию брать не надо. А поле само себя возгоняет, оно усиливается, и через некоторое время из-за нестабильности разваливается. Разваливается на частицы, откуда и появляется вся наша Вселенная. И, в принципе, это базовое состояние для понимания того, что происходит. Поле развалилось на частицы, и частицы не окружены полем. А то поле исчезло, да? А остальные поля куда делись? Фундаментально просто расслоение мыслей трактуется, озвучивается. Что происходит в нашей Вселенной и как она эволюционирует? Почему ученые уверены в существовании эпохи Большого Взрыва? Ну, стандартный миф, они все сочинили. Но вот там следующий пункт стоит, что в слайде 10 я вам про это расскажу. Но перед тем, как вам рассказать, почему ученые уверены в том, что была эпоха Большого Взрыва, я вам должен немножко рассказать о истории Вселенной. Как я вам уже сказал, Вселенная появилась из квантовой флуктуации вакуума. Для этого особого ничего не нужно, просто нужно знать, что существуют определенные поля. То есть теоретически существуют, хотя у них родственники, которые наблюдаются. Вселенная появилась из квантовой флуктуации атома. Вот это вот человек говорит, да? Но Вселенная это у нас в его трактовке, это пространство плюс материя. Вакуум – это у нас уменьшение количества материи в каком-то объеме, в части пространства. Мы берем часть пространства, выкачиваем оттуда всю материю, освобождаем от материи. В приземленном понимании – это просто выкачивание оттуда вещественной материи. В абсолютном понимании – это выкачивание оттуда вещественной материи и поля. Вакуум – это то, где нет материи и поля. В абсолютном понимании. Флуктуации вакуума. Пространство, свободное от материи. Вот пространство, свободное от материи. То есть это просто поэтическая игра слов, человек озвучивает, смутно понимая смысл того, что он озвучивает физически. Это не может являться. Как я вам уже сказал, Вселенная появилась из квантовой флуктуации вакуума. Для этого особого ничего не нужно, просто нужно знать, что существуют определенные поля. То есть теоретически существуют, хотя у них родственники, которые наблюдаются. Это некие скалярные поля. Одно из скалярных полей мы хорошо знаем, это поле Хиггса. Вот есть физические поля, да? Одно мы очень хорошо знаем, это воображаемое поле Хиггса. Вот это вот количество невидимых с точки зрения логики объектов, они тиражируют безостановочно. Ну давайте, поле Хиггса. Поле Хиггса. Это. Поле, обеспечивающее спонтанное нарушение симметрии и литра слабых взаимодействий благодаря нарушению симметрии вакуума. Названо по имени разработчика. Благодаря нарушению симметрии вакуума. Это, короче, еще одна область высококонцентрированного бреда, на которую, возможно, придется обращать внимание. Бред невозможно долго помнить. Любой бред... А, британский ученый Питер Хиггс. Да. Хиггсовский бузон. Стандартная модель. Объединяет слабое и электромагнитное. Электромагнитное массы, тянутьщика слабого взаимодействия. Пятое, фундаментальное взаимодействие. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Обладают параметры. Тиражируются разделы несвязанного бреда, предлагается в это все уникать. Поле начинает раздувать маленькую область пространства. То есть, подкрепление бреда предыдущими или параллельными страницами бреда. Раздувать пространство, раздувать то, что не может раздуться. Они просто берут страницу, такую длинную портянку бреда, с помощью британских ученых печатают. Ученых в кавычках, конечно. И вот развешивали, сидит целый зал народа, слушает вот эту бредятину. Предложено Алексеем Старобинским еще в 79-м году. Ну, а дальше над ней работали Алан Густ, который предложил само название. И Андрей Линде, который, в общем-то, и более-менее привел теорию к современному состоянию. Это простейшая теория, которая объясняет то, как произошел наш мир. И эта теория имеет очень много предсказаний, которые все выполнены. За исключением одного доказательства, которое требуется для этого. Вот, значит, появилось это поле, оно стало раздувать пузырик. Через 10 в минус 32-й степени секунды оно действовать перестало. Но Вселенная расширялась очень быстро. За время действия, которое длилось 10 в минус 32 секунды, как я уже сказал, Вселенная расширилась в 10-30-й степени Ра. Понимаете, вот это вот все уже просто. Сначала там были фрагменты бреда, а сейчас прям вот идет концентрированный бред. Если вы не можете вот всем коллективам ваших сотрудников обозначить, что искривляется, что такое раздувается. Вот у пузырика есть край, поверхность, да, у любого, если вы используете термин пузырик, да. Это значит, что внутри, вот то, что вы говорите, да, человек должен понимать, что внутри пузырика есть пространство. За пузыриком пространства нет, да. А что там есть? Там нет пространства, да. Из вашей же терминологии следует, что пространство не было, оно раздувается. Вот вы сознаете, что было за пузыриком, за вашим. Вы раздуваете обычный материальный пузырик, модель материального пузырика в обычном пространстве. Просто при этом вы почему-то путаете на элементарном уровне термины. Вы раздуваете вещественную, какую-то модель в пространстве, в трехмерном. И параллельно с этим вам мерещатся какие-то светлые образы, всякие ерундистики. Здесь еще мы досмотрели 21 минута 14 секунд. Здесь 49 минут 46 секунд. Предлагаю на этом закончить. Если уж это требуется как бы продолжить когда-нибудь, пишите. Ну, это прямо мрак. Мы смотрели Олега Верходанова. Мифы о большом взрыве в сообществе. Ученые против мифов. Антропогенесс.ру. Бедняжки. С вами был Виктор Катюшек. Научный трибунал. На этом все. С вами был Виктор Катюшек. С вами был Игорь Негода.